Ну, а рядом с таким нравственным чувством, как дружба, у нас соседствует что? Любовь. Правильно, перепичка, любовь. И о любви нам, о любви нам расскажет, кто нам расскажет о любви? Немецкий кинематографист. Профим, может быть, вы и желаете? Лидия Витальевна, я бы хотел про семью рассказать. Вот-вот. Тогда о любви нам расскажет, нам расскажет... Макаров. Я. Давайте к доске, у вас давно не было отметки. А можно я тоже какую-нибудь другую тему? А можно мы не будем торговаться? Прошу. Лидия Витальевна, а как лучше отвечать? В каком смысле, как лучше отвечать? Ну, как в учебнике или своими словами? А что, ваши слова очень будут расходиться с тем, что написано в учебнике? Ну, в некотором роде, да. Ну, что ж. Давайте. Тогда мы будем вас слушать с удвоенным интересом. Я считаю, что любви нет. Да я в данном случае о любви мужчины к женщине. Учебник утверждает, что любовь – это чувство привязанности, потребность соединения и в постоянных контактах с объектом любви. А кто-нибудь когда-нибудь задумывался, откуда берется это чувство привязанности? Ну, и откуда же? Это все химия. Угу. Химия. Так точно. Ученые давно доказали, что все то, что мы называем любовью, это всего лишь биохимический процесс в нашей голове. Вот как. Забавно, забавненько. Продолжайте. А здесь ничего забавного. Все очень даже печально. Своеобразная форма заболевания. Человек теряет сон, аппетит, совершает неадекватные поступки. Все это напоминает состояние наркотического опьянения. Нифига себе монах мочит. Но любовь, как и действие любого наркотика, рано или поздно заканчивается. И что после этого остается? Правильно. Ломка. А после ломки – пустота. Человек не знает, что делать с этой пустотой. Как правило, у взрослых ее тут же заполняет алкоголь. А не у взрослых. А не взрослые печка. Уходят в монахи. Я думаю, пример приводить не надо. Ну, вон тот же Ипполит из Родни Судьбы. Пока этот Женечка Лукашин не появился, нормальный мужик же был, да? А потом бац – и все, в запой. Тишина. Я уже молчу, сколько смертей из-за этой болезни. Ну, сколько самоубийств, дуэлей. А войн сколько. В общем, с позитивом какая-то полная лажа получается. Достаточно цинично. Извините, как есть? Хорошо, Максим. Хорошо. Тогда ответь мне, а как же любовь, как идейный вдохновитель? Поэзия, проза, музыка. Ну, кино, наконец. Да это все люди придумают. Не знали, что с этой болезнью делать. Вот и начали воспевать. А потом хоп. Оказывается, на этом еще и деньги заработать можно. Вот про что сегодня наша попса поет. Ну, про муси-пуси. Вот именно. Они даже не знают, как это называется. Ладно, Максим, а вы бы как бы это назвали? Не знаю. Болезнь, привычка, инстинкт размножения. Вон тараканы, между прочим, тоже размножаются. Так у них что, любовь, что ли? Вы знаете, Максим, а мне вас жаль. Двойка, да? А? Что? Нет. Нет, не в этом дело. Садитесь. А что? А что? Имеет право. Макар, я тебе хотел сказать, мне кажется, ты не прав. Ты о чем? Ну, какая черта привычка, когда люди друг без друга жить не могут. Ну и что? Наркоманы тоже без дозы жить не могут. Да ладно, ты передергиваешь. Нет, Синица, это вы передергиваете. А я смотрю на вечер трезво. То есть, по-твоему, получается, мои родители, они тоже живут по привычке. А тебе есть другое объяснение? Двадцать лет. Ну и что? Некоторые лоб курят по лет тридцать. Получается, мои родители встретились, это биохимия, живут вместе, это привычка, а я родился, что? Инстинкт размножения. Молоток, Синица, схватываешь на лету. Ты хоть понимаешь, что с такой теорией жить вообще не интересно. А кто тебе обещал, что будет интересно, Синица? Максим! Чего тебе? А если бы урок вела Полина Сергеевна, ты бы тоже так сказал? Синица, не пошел бы ты, а.